Ребята, я Донокоп, а за бортом у нас не пойми чего. Туман, видимости вообще никакой. И это у нас не раннее утро, это у нас обед. Да-да, время подходит к обеду, и вот такая вот у нас испарина идет. Вчера весь день был дождь, абсолютно, прям вот с утра зарядил, и вот вечером немного утих. Но весь день дождь, и благодаря дождю снег немножко у нас присел. Ну, а если посмотреть, поля еще снежные, сугробы. Так что Евгений, который вчера мне присылал фотографию, что нам везет, у нас уже копать можно. Везет, да не везде, только южные склоны у нас копаны. А везде в остальном, кругом, если посмотреть, сугробы еще у нас лежат. Так что еду, ребят, на коп, на копе с вами и буду общаться. Итак, ребят, всем привет. Сегодня у нас будет коп. Коп на старом месте. Это место всегда хорошо тем, что я всегда здесь открываю всегда сезоны. Но, к сожалению, в этом году я изменил своим традициям и открыл сезон в незнакомой деревне. И сегодня я решил снова вернуться сюда, испытать свой новый прибор. Это место настолько выбито, что здесь за радость, за счастье поднять хоть одну монету. Здесь были именитые элитные приборы. Терки 705, Фишеры 75, Деусы, Етраки. Здесь чего только не было. Ходить с обычными простенькими приборами нет смысла. Но я хочу проверить на вшивость новый прибор, который в этом году у меня будет в деле. Это Nocta Impact. И хочу узнать, возможно ли им поднять еще что-нибудь. Но давайте об этом месте хочу вам сказать, что деревня, она очень старая. Эту деревню практически открыл я. Она была не битая, вообще не битая. В одном месте было копано, и то там похоже было на усадьбу или что. Больше не хожено вообще нигде. Монет я здесь поднял. Вообще даже не знаю, очень большое количество. Тогда я еще не был блогером, я не снимал. Но монеты были крупные. Катина пятаки, Александровские пятаки. Павлы были здесь. В общем, большое обилие. Даже вон там, вон наверху, там есть еще одна деревушка была. Я там даже находил золотоордынские пулы. Вот как было дело. Там же находили и саблю, или шашку, что-то в этом роде, мои комрады. Место вообще шикарное. И я его называю Бобровым озером. Потому что бобры здесь обосновались. Они здесь строят плотину. И, в принципе, здесь теперь завсегдаты охотники. Тем, что здесь очень много уток. Так что сезон, между прочим, уток скоро откроется. Всего неделю, если я не ошибаюсь, он будет. Вот здесь. Так что будут постреливать. Ну ладно, вступление сделал. Сейчас, наверное, все-таки, если интересно, сделаю небольшой анонс именно того, что у нас в ближайшем будущем будет. У нас в ближайшее будущее будет розыгрыш пинпоинтера. Потом рюкзака. Все предоставлено именно ShopDetect. Я тоже пользуюсь пинпоинтером именно от фирмы Gold Hunter, который нам предоставил интернет-магазин московский. Уже более 10 лет на рынке. ShopDetect. У вас есть еще такая возможность поучаствовать в розыгрыше. На этой неделе, в субботу, разыграем мы его. Так что время есть. Делаем все правильно. Правила прописаны. И удачи вам. Ну а сейчас в бой. Итак, ребят, раз мы здесь, я хочу посмотреть и ознакомить именно с той самой речушкой, которая называется Бобровая. Летом она пересыхает, и можно ее перейти вброд и перепрыгнуть. А сейчас такая, знаете, бурная река. Ну и, конечно, плотину здесь разрушена. Это единственная переправа на ту сторону. Вот. Сейчас не хочу просто на ту сторону, потому что там северные склоны и там еще снег. Здесь, за спиной, как вы видите, южный склон. И он уже оттаял. А там еще сугробы. Вот. Так что, да, плотину разрушена. Так что нет смысла даже смотреть наших бобров. Они, наверное, сейчас куда-нибудь в южные края уплыли. Там зимует. Скоро придут. Ну, включусь, ребят, с первой же находкой, если она будет. Если вы меня видите, видеосюжет состоялся. Все-таки я что-то нашел. Надеюсь, что-нибудь будет интересное, довольно-таки приятное. Я прям просто хочу. Это озеро и сама бывшая деревня. Она меня всегда радует не обилием находок, а ценными, приятными сюжетами. Находки здесь были 3-4 года назад. И я, к сожалению, как стал блогером, озвучил название этой деревни. И это мой недостаток. И, наверное, всех блогеров, кто копает по-настоящему, который не скрывает своих мест для копа, я ее как-то афишировал. И здесь был такой наплыв кладоискателей, что жуть здесь полная. Ну, ладно. Не будем. О плохом, давайте лучше о хорошем. Ждем от меня находок. Итак, плачевно, ребята. Но первое выпало у меня монета. И монета вот такая вот. Рукоблудов. Николаевский силуэт. 1800 какой-то год. Но ее под наковальней. В принципе, глубоко вот еще. Ну, такая вот монета. Да, не ладушки. Но пойдет, пойдем дальше. Итак, охотники. Ваша радость летит. Так, где это радости? Эм, блин. Вот она, ваша радость летит. Какой большой клинышек. Уток. Красотища. Крякают, гакают. Так что, охотники, готовьтесь. Итак, ребят, вот из этой глубокой ямки штык лопаты 37 сантиметров выпала у меня вот такая вот древнючая пуговка. Пуговка у нас гирька. Вот, небольшой дефект, по-моему, есть. Вот, но орнамент круги. Вот такая-то пуговка. Это у нас примерно 16-17 век. Вот такая вот зачетная. Неплохо, в принципе, неплохо. из глубины. Но все равно цепляет очень глубокие сигналы катушка. Очень глубоко. Никак не могу привыкнуть. Копать приходится много. Ну, идем дальше по южному склону. Нет-нет, но что-нибудь у нас такое выкапывается. Но интересное вам только показываю. Вот что-то вроде этого. Древненькое или монетки. Двигаемся дальше. Итак, ребят, походил я здесь. Один шмурдячок поднял. И думаю, смысла здесь больше ходить нет. Пока время позволяет, думаю, съездить туда, где монеты точно будут. Итак, ребят, все-таки я надумал уехать от этого места и больше сюда, наверное, не возвращаться. Никогда. Потому что места выбито находок вообще никаких. Вот. И сейчас я подправлюсь именно туда, где было все-таки, в принципе, классное, зачетное место, где я поднял странную голову кошачью. Была монета 1 копеечка 25-го года. Серебряная редкая монета 10 копеек 21-го. В общем, куча монет. И именно в это место мы сейчас отправимся и посмотрим, сможете ли этот металлоискатель поднять после Аськи 250-й. Я там ходил с паростой катушкой, потом с Нелл Торнадо. Макро Рейсер там себя не показал с лучшей стороны. И посмотрим, этот прибор Нокта что-нибудь найдет там или нет. Так что вот такая небольшая еще интрига у нас будет. Найдет он или нет. Так что ставим ставки. Итак, ребята, я сказал, что еду туда, где есть монеты и первая монета. Смотрим. Вот она первая монетка. И это у нас пятачок. 5 копеек. Год, год не знаю, но герб старый. Надеюсь, сейчас немножко освежу и год будет достойный. Так, освежаем. 31-й вроде. Да? 31-й. Самая популярная монетка. Ладно, продолжаем. Итак, ребята, здесь вот пятачок, а вот здесь походу первая моя царская монета этим прибором. Да, это у нас копеечка, Николаевский образец. Вот такая монетка. Приятно, приятно. Ну так-то неплохой будет себя. Сохранчик-то. Чистка покажет. Зачет, зачет, зачет. Класс. Итак, ребят, перебрался я на огород и огород мне дал монету. Вот на монеты я по ней еще лопатой засадил. Молодец, Александр. Это у нас Николашка две копейки. Год. Пока не скажу, может быть, вы увидите. Не знаю, вот такая вот монета. Из глубины. Блин, даже не хотел копать как-то. Все равно тяжеловат прибор. Музыкально чересчур. Пищит, фонит очень громко. Ладно. Вторая монета царская сегодня. Классно. Хочу серебро. Итак, ребята, ух, выкопал вот такой вот нож тесак. Я слышал и знаю, наверное, все-таки, что этим ножом раньше в свое время скоблили наши бабушки, прабабушки полы. вот. И очень глубоко был, наверное, сантиметров 45. Но звенел цветным сигналом. Вот. Этот огород, сколько я себя знаю, именно этот огород заставил меня заниматься именно нашим хобби, кладоискательством. Вот. Об этом, наверное, скажу в конце видео, как, что у меня было. Здесь раньше в свое время стоял, наверное, дом, потому что как пахают, кирпичи лезут и все прочее. И по находкам я вам чуть позже скажу, что здесь было. А было здесь вообще огонь, что было. благодаря этому я и начал заниматься. Но об этом в конце, в конце видео я вам скажу, когда пройду полностью этот огородик и немножко с вами побеседую и расскажу именно об этой распашке. Довольно-таки интересно будет. Еще одна находка, но не знаю, стоит ли вам показывать, но все равно покажу. Это у нас наверное копеечка советская. Ох, нет, 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 это у нас одна-вторая копейки. Огонь, 1897 год. Офигеть, вот это фортануло, фортануло. Сохранчик-то у нас огонь. Вообще зачет. Николай, последний. Одна-вторая копейки. Есть еще меньше. Одна-четвертая копейки. СПБ 1897 год. Класс, огонь, огонь. Хочу серебро. А вот сейчас, ребята, уже интересно находка. И находка действительно классна тем, что эта находка хозяина этой усадьбы. вот такой перстенек. По-моему, какой-то рисунок внутри есть. Сейчас я его водичкой ополосную вам покажу. вот такая вот чудесная вещь. Итак, ребята, я долго всматривался в рисунок. Обычно на таких перстенках у нас инсалы или же гербы. Но это, оказывается, девчачий женский перстенек. И разглядел это сердечко, оказывается. Сердечко. Вот здесь вот жили романтики. барин своей барышне колечко вот такое подарил. Вот так вот. Классно, классно. Зачетно. Пополнит мою коллекцию древних колечек. Зачет. Ладно, осталось еще чуть-чуть. Вот здесь вот самый вкусный эпицентр, потому что именно вот здесь вот я находил очень много серебряных монет. Очень много. не знаю почему, но именно здесь. Надеюсь и сейчас что-нибудь выпадет эдакое. Подхожу, осталось совсем чуть-чуть. Еще одна, ребят, монетка. Вот она лежит. Вместе с вами будем брать. Судя по всему это двушка, наверное. Да. Две копейки двадцать шестой год. А сохран какой. Просто огонь. язв. Да, язв нету. А сохранчик классный, классный. Даже и чистить не надо. Бомбический сохранчик. Блин. Все бы монеты были бы такие. Ха, ладно, ладно. идем к нашему серебру. Чуть-чуть, чуть-чуть. Итак, ребят, прошел я огородик полностью. Все. Серебра так и не оказалось, к сожалению. Ну, наверное, буду заканчивать. Время подходит к своему завершению. Копали мы, наверное, где-то часа четыре сегодня. Вот, устал махать этой клюшкой. Немного привыкаю. Привыкаю, но музыкальный он чересчур. В общем, находки есть. Сейчас я вам покажу. Вот, если кому-то чего-то не понравилось, не обессудьте. Так что, сейчас к находкам. Ну, а по находкам у нас получилось вот так вот сегодня. Не особо много чего. Но меня порадовало тем, что ходил я, учился работать с пином. Вернее, с новым прибором. Копеечка 61-го на дороге поднял. Царская копеечка там же 1908-го года. Там же была 5-копеечная монета по-моему 30-го года, все-таки они 31-го. Вот. И на огороде поднял двушку 1878-го 1878-го года. Вот. Но она, к сожалению, сохранщика не особо интересного. Две копейки вообще огонь. 26-й год. Не язвочки. Цвет равномерный. Вообще, ее даже чистить не надо. Просто с мылами я его протру и все. Вот. И еще одна классная находка. патина на ней тоже вроде как ровная зеленая. Одна вторая копейки 1897-го года. Николай второй. Вот. Пушмурдякова очень много получилось. Конинку-то я вам не показывал, как я ее выкапывал. Вот эта конина была с первого места, откуда мы уехали, где подняли вот эту убитую царскую копейку. Ну и приятный шмурдячок это у нас пуговка гирька 16-17 век. Они у нас были на кафтане. И колечко. Приятное колечко. Женское. С сердечком. Приятное, приятное. Ну, на этом, ребята, наверное, все. Вот. прощаюсь со всеми, кто дальше не хочет слушать болтовню. А я сейчас вам поговорю. Довольно-таки интересное вот это вот поле, огород. Если кому интересно, я сейчас вам расскажу, чем же он интересен. Итак, ребята, кто любит слушать какие-нибудь интересные истории от меня, вот, хочу сказать, что именно этот огород, именно тот самый злополучный, благодаря которому я занялся именно этим хобби, ладоискательством. Я тогда был служивым и приехал к тетке и нашел у ней в доме баночку. Баночка была вот такая вот, железная. Я что-то брын-брын, а там монетки открываю ее, а там серебряные, царские, советские. Я говорю, откуда, чего? Она говорит, да, постоянно, картошку копаем, сажаем, и они выскакивают. В общем, я загорелся. Но, помимо всего, она еще сказала, что поднимали иконку, и самое, что меня прям взбудоражило, нашли здесь здоровый поповский крест. И не просто здоровый поповский, он был еще и золотой. Представляете, золотой крест поповский. сами понимаете, тетка у меня верующая, сильно набожная, все находки, что касается церковной утвари, я отдаю ей. Ну, первые три года копа все отдавал, все складни, все иконки, все, все, все. Вот, это сейчас я стал немножко для себя, потому что жена у меня тоже загорелась и тоже составляет красный уголок в доме. И что она взяла этот крест золотой, понесла в храм, чтобы его осветить. Ну, когда отдала крест попу, поп на нее вот с такими вот глазами, вот, грубо говоря, наехал, в прямом смысле наехал, мол, вы такие корыстные люди, вот, такую вещь и гвоздем. Ну, насчет гвоздя, когда его нашли, он блестел, очень хорошо блестел, ну, сами понимаете, мужики, они очень интересные, ну, и давай проверять, золото это или нет, или на полении, ну, и давай гвоздем царапать. В общем, батюшка ее отругал, отхаял, ну, она взрослая женщина, обиделась и оставила этот крест в этом храме. Неприятная история, ну, такое есть. Ну, я, конечно же, еще раз скажу, был тогда служивый, сразу взял на работе ручной металлоискатель, ручной, знаете, досмотровый, который одежду досматривает, вот, и здесь давай по полю ползать. К сожалению, ничего не нашел, но потом у знакомого по работе узнал, что у него есть фишер второй. И с этим фишером вторым я уже пошел за пределы, потому что огород уже был засеян, и за огородом там начал, там лужок небольшой, сейчас он там по колено снега. В общем, самую первую находку я там сделал, это пуговка орлянка в позолоте. Прямо шикарная, шикарная пуговка, я прям, это единственная была в тот день находка, но она у меня осела, это как первая женщина нашел, и я ее теперь помню. В общем, остальные годы, потом я прикупил металлоискатель, Аську, 250-ю стандартная катушка, сразу первым делом на огород. Поднял очень много монет, тогда я еще блогерством не занимался, очень много царских монет поднял, вот с этого пятачка было много серебра, очень удивительно тем, что серебро было здесь, вот именно здесь, такое ощущение, как будто рассыпали его когда-то в свое время. В общем, каждый год, когда начинали пахать здесь, перед засевом, после засева, я всегда сюда с металлоискателем, ну и постоянно с кучей монет, постоянно, и до сих пор, как вы видите, с этого огорода сейчас я поднял сколько? Три монеты, три монеты, вот, но здесь грязюка, эту часть огорода я не трогал, зад тоже огорода не трогал, вот, и я думаю, здесь еще будут, каждый раз, когда здесь пахают, я приезжаю и находки всегда радуют. По моим так вот убеждениям, то, что здесь вот еще камень, красный кирпич, в общем, мне кажется, что дом здесь очень был большой, вот, глубокий, потому что был такой момент, когда был сигнал, я тогда с Аськой 250-й снял торнадо, зацепил очень глубокий сигнал и копал почти метр, и на метре там было железо и пошла прям засыпка гольная, в общем, здесь под слоем хороший фундамент стоит, вот это дел бы все распахать, и в общем, вот такая вот история моего хобби, как я все это из-за чего начал, именно из-за этого огорода, так что на этом наверное и буду заканчивать, не обессудьте сегодня не особо интересный получился по находкам, но у нас все по-настоящему, что копаем вам и показываем, так что за трудо-старание, за поддержку моего канала ставим пальчик кверху, я буду вам признателен, на этом и все, всем пока, до новых встреч, Субтитры сделал DimaTorzok